Здравствуйте! В эфире телекомпания ГОРД. Вы смотрите программу «Время говорить». Наши авторы расскажут о главных событиях дня, значимых заявлениях высокого начальства, а также мы найдем время поговорить о тенденциях современности, которые волнуют всех жителей страны необъятной. Коротко о сегодняшних темах. Долой оружие. Рязанские полицейские повысили расценку за сдачу гражданами огнестрела. Фишки вверх. В Михайлове правоохранители накрыли подпольное казино. Константинова не обидим. Рязанский губернатор сделал заявление по поводу охранных зон. А теперь во всем подробнее. Накануне в ходе заседания регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев вновь сделал заявление по поводу охранных зон объектов культурного наследия. Сейчас, сообщил начальник области, вся нормативная база приводится в соответствие с федеральным законодательством. Это серьезная, ответственная и дискуссионная работа, заявил губернатор. Напомним, тема стала более чем горячей, когда разгорелся скандал в связи с проектом, позволяющим ввести застройку родины Есенина, села Константиново, Рыбновского района. Такой слишком уж щедрый по отношению к строительному бизнесу план предложил недавно региональное министерство культуры. Пошло возмущение народа, публикации в прессе и, как следствие, реакция властей. Коротко говоря, начальство в Минкульте стремительно поменялось, министр Галина Соколова подала в отставку. Работу по созданию охранных зон в Константинове сейчас курирует лично вице-губернатор Сергей Филимонов. Идея была правильная, но исполнять ее начали неправильно. Вместо того, чтобы с обществом обсудить все нюансы, вывесили некий проект на сайт, даже не обсудив его внутри правительства. Направили в Министерство культуры Российской Федерации. В результате я был вынужден его отзывать. Общество было дезориентировано. Единственным позитивным в этой истории является тот факт, что она свою ошибку осознала и добровольно ушла в отставку. Я бы очень не хотел, чтобы другие наступали на эти грабли. Что касается конкретно Константинова, то вы знаете, что я поручил заняться этой работой Сергею Владимировичу Филимонову. Уверен, что будет найдено правильное решение. Учитывая, что уже оно переросло в плоскость, близкую к политической, будем говорить так. Которая позволит сохранить не только заповедник в границах усадьбы, но и все село как историческое место, которое должно гармонизироваться с самим музеем. На другие темы российское общество продолжает обсуждать случаи в московском метро, когда двое жителей столичного региона, 44-летний папа и 15-летний сын, напали на дагестанца. Кавказского гостя расстреляли прямо в вагоне. Всю душераздирающую сцену зафиксировали камеры наблюдения. Правоохранители быстро установили и задержали агрессоров. Как сказано в релизах информагентств, сопротивление полиции они не оказывали. По версии следователей, стрельба велась из хулиганских побуждений. Ну, о том, что граждане сейчас не расстаются с травматическими пистолетами и другим оружием, и мы говорили давно, да и сама жизнь показывает. Кровопролитие на улицах – дело у нас, увы, обычное. Между тем, только недавно поутихли разговоры, в том числе на уровне депутатов Госдумы, о разрешении в России продажи боевого оружия. В любой момент продвижение этой кровожадной идеи в законодательные органы власти может быть инициировано вновь. Кому это нужно? Ну, наверное, здесь надо вспомнить древнеримское высказывание «Ищи, кому выгодно». А то, что население страны и так стреляет и режет друг друга с устрашающей легкостью, мало кого из людей, причастных к большому оружейному бизнесу, волнует. Недавно и в Рязани в один из магазинов московского округа вошел пьяненький горожанин и открыл стрельбу из травматики по непонравившейся ему компании. Вот что думают по поводу нынешних нравов и оружейного изобилия психологи. Если там какое-то мелкокалиберное или травматическое оружие раздавать всем подряд, то, к сожалению, я думаю, что в нашем обществе начнется абсолютный бардак. Потому что в мире, который полон стрессов и в ситуации, в которой мы сейчас все пребываем, когда расслоение общества на богатых, бедных очень сейчас очевидно. Это порождает зависть, естественно. Наркотики или там что-то подобное, какие-то вещества, которые доступны сейчас всем и в таком состоянии человек неадекватен, он может совершить все, что угодно, если у него оружие. Стресс на каждом шагу в виде пробок, там, чего-то еще. И психика человеческая, она имеет определенные границы, и она до сих пор неизведана. И как поступит человек в ту или иную ситуацию, даже за себя гарантировать невозможно. Между тем, рязанские правоохранители, разумеется, в соответствии с законом, установили расценки за выданные сознательными гражданами оружие. Понятно, это дело направлено как раз на разоружение нашего общества. Начиная с декабря прошлого года, за добровольную сдачу оружия гражданам полагается денежная компенсация. По словам рязанских полицейских, на руках у земляков без необходимых разрешительных документов сейчас находятся более полутора тысяч единиц оружия. Почему владельцы не хотят продлевать лицензии, пока непонятно. Впрочем, если они придут сами в дежурную часть, то заводить на таких нерадивых хозяев винтовок, ружей, боевых, либо травматических пистолетов уголовные дела не будут. По сравнению с прошлым годом, также повышены расценки за сданное оружие. Например, боевое оружие, такие как пистолет-револьвер, сейчас пять тысяч, да, выгнуто будет. Такие как винтовка-карабин, семь тысяч. За охотничье оружие, если вот сравнивать охотничье, было тысячу рублей, сейчас три тысячи рублей. Притом граждане должны понимать, что они освобождаются от ответственности. Какой-либо, если они добровольно сдают незаконно хранящееся у них оружие. Еще сегодня удалось узнать нашему автору Глебу Галушкину, так сказать, в сердце рязанской полиции в здании ОМВД на площади Минчурина, что полицейские разоблачили в Михайлове шустрых деятелей, организовавших в этом городе подпольное игорное заведение. Устроителям казино двум местным жителям немного за 20, а их коллеге даме 30 лет. Рязанские полицейские изъяли очередную партию игровых аппаратов из подпольного казино в Михайлове. Действовало это игорное заведение по всем правилам конспирации. Вывески нет, а работники казино пропускали только хорошо знакомых клиентов. То есть приходит посетитель, ты смотришь вот домофон, да? Ну и что дальше? Если знакомый... Если знакомый, то открывай, если нет, то следом вход закрыт. Сейчас 10 игровых аппаратов из Михайловского игорного притона изъяты. Организаторы подпольного заведения установлены. Скорее всего, по решению суда на них будет заведено дело об административном правонарушении, а аппараты по решению суда будут уничтожены. Сегодня стало известно, что следствие направлено в суд. Дело 27-летнего жителя Шиловского района, который обвиняется в незаконном лишении человека свободы и убийстве с особой жестокостью. В ночь на 26 февраля 2012 года. Обвиняемый в своем доме, который расположен в рабочем поселке Шилово, распивал спиртные напитки вместе с ранее знакомой молодой женщиной. После того, как они проснулись днем, женщина решила уйти, однако обвиняемый потребовал остаться, и чтобы она самовольно не покинула дом, спустил ее в подпол, закрыл крышку подпола, пододвинул шкаф и выпустил женщину только вечером для продолжения совместного употребления спиртного. В ходе дальнейшего распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой обвиняемый стал избивать женщину кулаками, а также наносить удары ножом. Женщина попыталась убежать, однако обвиняемый ее догнал и стал наносить снова удары с особой жестокостью, но уже топором. Убедившись, что женщина мертва, он с места происшествия скрылся. Сегодняшняя программа складывается, как в песне Владимира Высоцкого, про взрывы, про пожары. Ну, как говорится, не мы такие, и жизнь такая. Пожарное известие от Оксаны Тебенихиной продолжает эфир. Ранним утром в поселке Строитель произошло возгорание складского помещения. На место выехало 5 пожарных расчетов и 15 брандмейстеров. Поступило сообщение о пожаре на складе на улице Строителей города Рязани. На момент прибытия первого пожарного расчета горело складское помещение на площади около 100 квадратных метров. В 6 часов 54 минуты пожар был локализован. Через 10 минут полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовало 5 пожарных автомобилей и 15 человек лично в составе Государственной противопожарной службы. Причина пожара и ущерб устанавливается. На пожаре погибших и пострадавших нет. Пожары зимой – обычное дело. Сильный мороз никак не препятствует распространению огня. Наоборот, чем ниже температура, тем сушу воздух. Так что будьте осторожнее. Сегодня в 10 утра на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки Цирк произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя Ладой Приорой, сбил молодую девушку 1985 года рождения, переходившую через дорогу. В результате девушка получила многочисленные ушибы и травмы и была доставлена в карете скорой помощи в областную клиническую больницу. Сейчас рязанские инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Ну, пожалуй, достаточно на сегодня тревог и соответствующих известий. Спокойного вам и доброго вечера. До встречи завтра. Как всегда, в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова